Hello everybody, hi my students, hello friends. Маленький вопрос разберём сегодня, но очень такой интересный. Вот у нас есть с вами прививочники и непрививочники. В основном делятся на неравные, как говорится, группы. В основном-то все за прививку, кто работает, кто не работает, тот, как говорится, свободный человек, пенсионеры, кто переболел, недоболел. Но всё равно сейчас всем, даже кто переболел и антитела есть, всем этот звериный квадратик, это скотское клеймо будет выдано. Татьяна Голенькая нам обещала, что каждому, даже не важно, ты привился, не привился, но если у тебя антитела есть, то всё в порядке, тебе можно уже, как говорится, клеймо ставить на тебя, если есть куда. Вот таким образом. И с другой стороны, антипрививочники есть активные, но мы их не берём. Мы к ним не относимся и не пропагандируем, и это ни в коем случае, потому что как бы государство-то о нас печётся, о нас здоровье. Как вчера говорил, сегодня повторял, что главное это пургоносица, вязков, всё мы делаем в интересах народа, да? И Путин сказал, что мы всё делаем только в интересах народа. Ну и правильно, я в магазин пошёл, они за ночь все ценники переклеили в моих интересах, чтобы я не обжирался слишком сильно. Правильно, чтобы картошки много не ел там, хлеба не ел, ничего, ни мяса, ни рыбы много не ел там, ну, по чуть-чуть, и всё так. Космическое питание из тюбика, горчица в основном, да? Вот таким образом, ну, хрен можно с риткой, вот таким образом, то есть в интересах народа у нас пекутся о прививках. Но до того они это делали, ну, естественно, кто вот администрация, они все привитые, потому что там уже нельзя быть не привитым, иначе сработать полетишь. Вот и наблюдаем мы сейчас следующую картину, уже много времени прошло, и проявляются уже дальние последствия вот этой прививки. На примере, значит, Забайкалья, по диким степям Забайкалья, где золото роет в горах, помните песню, да? А там Александр Осипов шарит, и всех стремится привить. Это губернатор, недавно, три года назад он назначен губернатором, мы сейчас его посмотрим, интересный человек, и до чего он дошёл, прививка до чего ему довела, да? То есть, и сказано, и врачи многие говорили, что прививка, она влияет в основном на брейн, на мозги. То есть, короче говоря, человек становится, мало когнитивные способности снижаются, и много хоть чего снижается, но и всё остальное. И человек уже начинает идти разнос, но у него такая вот жажда бурной деятельности проявляется, что он выслуживается перед начальством, что все должны быть привиты. И он распорядился армию поставить вокруг каждого квартала, выставить отцепление, рост на потребный отзор, армия. Что хотите, делайте, но по спискам будем прививать, все прививать. Это, значит, дикие степи Забайкалья. Уже, как говорится, не тихо, шифер шурша, гробко шифер шурша. Вот так его уже крыша ехала, да? Не спеша. Вот таким образом. Это человек вожит явно только, который с катушек полностью съехал, ну, как говорят, стопроцентное. Вот это, ну, это уже звериная печать, да? Это уже как раз так она и будет ставиться. Поэтому все, кто, говорит, хочет избежать, быть скотиной и вот этот квадратик получить, вот, тот должен куда-то спрятаться от государства, правильно? От таких вот государевых, очень исполнительных, которые, вопреки даже воле самого императора, значит, воле человека сам Бог, как говорится, не препятствует, но многими скорбями разумляет. Ну, вот он высказал такую волю, что главное, чтобы никто ничего не болел, да, но все были дураками, но главное, что с клевом и такими, как он. Вот. Значит, процент привитых стремятся сверху, дается разнорядка, повысить процент. Сначала они хотели, значит, какой-то коллективный иммунитет, правильно? Но эта глупость вообще дикая. Почему? Потому что нет такого понятия коллективного иммунитета, нет. Потому что грех индивидуальный, у человека, у каждого индивидуальный грех, и каждый по своим грехам несет ответственность перед Богом. Поэтому и спектр вот этих вирусов самый разнообразный, это говорит вот омикрон вот этот, к которому еще не нашли ключ вот наши вот эти изобретатели, и, как говорится, не выговаривающие буквы «Р», а тут не трудно выговаривающие буквы «Р». Из какого-то института, там академик есть такой, Гинцбург. Да, вот он не подобрал еще ключик к этому вот омикрону, послали машину туда, самолет изучать, изучать на месте. А он в Южной Африке, оказывается, да. А в Южной Африке мало кто болеет вообще. Что там изучать? В основном-то у нас болеет, да, и смертность, как пишет наша статистика, самая высокая после США в мире, да. После Индии даже стало меньше, а США первый, а второй мы от ковида, именно от ковида. Вот таким образом. И стремятся повысить, так же, как в Италии, вот сейчас достигли в Италии 80%. Ну, что там говорить, это такие перегибы, как говорят, через колено все прививать. Но результаты пока еще нет. Мы вот только начинаем видеть эти результаты. Так, как говорилось, что где-то в 22-м году, вот только в декабре, кончится срок вот этого испытания, которое вот этот спутник Ви, он еще не испытывал. Срок испытаний кончится в 22-м, в декабре 22-го года. Поэтому и сейчас еще испытания идут на молодежи, значит, спутник М и так далее, и тому подобное. Стремятся 100% охватить ее, а вот он только появился, ну, его сразу в колоде, это все. А дальше, как он хочет, так и пусть и проживает. Независимо от того, какие у него там противопоказания, показания, да кто-то сейчас, ну, блин. Он зубы-то не мог лечить, это пошел к зубному врачу, деньги содрал с него, он, ну, ни хрена не сделал. Пришлось ему пырнуть, это ножом в пузо этому зубному врачу. Куда деться, а ну, обидно берешь, что отбухал денег только на него, а он тебе напахал. Вот таким образом. Ну, как не зарезать такого врача, да? Вот таким образом. И если так повсюду разобраться, то они повсюду такие сидят, то повсюду. Везде Гензбурге, Гензбурге, это дело врачей, правильно? Стали же не зря дело врачей. И приписки, приписки, вот, ковид, потому что там двойная плата. Все это монетизировано, очень быстро у нас монетизируется теперь. Так вот, значит, выдвинутая гипотеза у нас сверху, она как приказ, значит, повысить процент привитых всех, должно быть 100%. Сначала брали 60-е, это коллективная монетизация, потом 70, сейчас уже 80, и уже голенькая Татьяна, она уже до 90. Надо 90 всех, кто работает, и дальше и молодежь, вот, от всех школьников и так далее. Вот такая проблема. И мы-то сидим, смотрим на это все, у нас у самих кадриков не делают способности, не ахтикат, и вопросы возникают, ответов нету. Вот, а в чем ответ заключается? В том, что, ну, в том, что заключается... Так, ответ заключается в том, что надо доказать, что совершенно нету никакого коллективного монетизиента, быть не может в принципе. Ну, вот мы... А как это доказать? Очень просто, ведь оно же в интернете-то все есть. Но не все же так врут, как у нас вот этот вот Валерка Федоровна со селом. Не все такие проценты выводят дурацкие, да? Которые он там берет статистику, а двух своих знакомых опросил и проценты вывел в сумму, да? В других странах как-то старается почестнее быть, да? И вот мы берем статистику. Вот она статистика. Допустим, хорошие страны берем, плохие. Вот привито. Бельгия, допустим. Ну, наскольку Бельгия возьмем, да? И посмотрим, что там по смертям. Значит, привито 76,6,5 процента. Ну, это сутки назад, данные сутки назад, да? И за последние 30 дней померло 1310 человек. Вот. За последние 30 дней. Вот это вот, считай, за этот месяц, да? А за предыдущие 30 дней, то есть там ноябрь, да? 689 человек всего, да? То есть, смотрите, на 122 процента и 4 десяток прибыль смертей, правильно? То есть, совершенно закон Голенькая, Татьяна Голенькая не выполняется. Вот, значит, по Бельгии. Казалось бы, высокие 76. У нас еще до 76 далеко. 76 и 6 это взрослого населения. То есть, всего населения. А взрослого там уже под 90, это Бельгия, да? А это взрослого по взрослому населению статистическое бралось. Дальше берем другую страну. Там плохая страна, Канада. Там хохлы они живут, правильно? Вот. Плохая страна. Там при вида, смотрите, 80 процентов. О, 80. Это взрослого населения. Ну, почти все. Но, казалось бы, коллективный иммунитет, это все. И никакого ковида. Смотрим. За последние 30 дней. 618. Да, 618. А за предыдущие 902. Ну, здесь вроде как бы выполняется, да? На 50. На 50, да. Здесь, видите, кстати, то есть не пляшет. Плохая страна, а результат лучше. Тебя по сравнению с Бельгией, с Бельгией, с Бельгией-то, да? Вот таким образом. То есть... А, нет. Я что вам соврал-то? Ага. Да. Ну, правильно. Правильно, да. То есть за последние 30 дней на 300 смертей меньше, чем... Ну, казалось бы, да, подтверждается закон голенький, да? Но он не подтверждился для Бельгии. Дальше Израиль возьмем. Ну, это супер странно. Ну, там одни медики, и никого больше нет, и все лечат болезни там первой, от первой до четвертой степени, все сложные болезни, они там все делают. И вот смотрим там статистику. Что там прививка? 68% привито взрослого населения. Ну, это мечта для нас. И за последние 30 дней, значит, 83, а за предыдущие 186. То есть это как бы на 50% меньше. То есть вроде бы как выполняется, да? А вот для Бельгии нет, и для многих других стран наоборот. Смертность враза... И у нас тоже, смотрите, по нашей стране, значит, процент привитых уже приближается там к 70, а смертность все время растет от ковида. Ну, как тут припискам объяснить или что? Ну, если Бельгию взять, там приписка меньше, наверное, да? Стоит поверить статистике бельгийской. Ну, и другие страны таким же образом. То есть нельзя найти такой закономерности, что вот у всех было бы, у всех этот коллективный иммунитет. Вот больше привили, меньше болеют. Но здесь надо следующее иметь в виду, с чего мы начали. Видите, вроде привитый, он не болеет. Он ковидом, он ковидом не болеет. Но он на все голову больной. Вот это губернатор, правильно? Вот как тут? По-другим, значит, они по-другим, помирают уже по другим причинам от последствий вот этого ковида. И вот это-то как раз в статистику не входит. А оно как раз-то и беспокоит больше всего-то вот этот ВОЗ, который сейчас беспокоится там. О чем оно беспокоится? На словах оно беспокоится о том, что все должны быть привиты. Вроде как бы от ковида уже помирать не будут. Но вторая опасность, начинают люди дуреть. Пусть они это, пусть даже у них лошадиное здоровье, 4 четверки, как у Трампа, да. Но они это, на весь кумпол, они немножко шандарахнутые получаются. Вот что-нибудь надо выбрать одно. Или они скопустятся от другой болезни, впоследствии там идут сердечные, ну, ясно, что головные. И самое главное, вот это вот, в Англии закуплено очень много разжижителей крови, как говорится, вот эти антикоагулянты называются, по-умному, да, антикоагулянты. Вот такая вещь. То есть, никакого нельзя ждать. И потом, методы лечения всякие. В разных странах по-разному. Вот у нас, допустим, вот этот Отрак Вячеслав нам советует, как надо вот эту дыхательную систему прочищать с помощью вот этих фуфыриков, да. Нюхать, не пить не надо, а нюхать. Вот таким образом. И простые есть средства, которые от ковида избавляют, и от последствий, может быть, тоже. Но прививка от последствий не спасает, как мы видим, вот на примере вот этого губернатора, который явно, ну, может, как Салтыков-Седринский органчик, да, запарю, не допущу, всех привить, солдат поставить, все, что хотите, делайте. Но должны быть приветы, народ должен быть здоровый. Вот оно рвение, рвение это, а дальше голова отстегивается, и там все шестеренки летят, и все такое прочее. Ну, посмотрим, что за товарищ он. А хороший был товарищ, он неплохой был. Это губернатор на Байкальском крае. Александр Михайлович Осипов, 28-го, якобы, 1969 года рожден. Ну, что у него, ну, неплохо все, он только под влиянием парящих людей, и вот очень хорошо говорит. Ну, это правда, интервью послушаешь, он так гладко дает интервью, это просто класс какой-то. Классическое интервью, молодец, язык подвержен хорошо. Ну, конечно, крайне эгоист, ему наплевать там на это весь, главное, золото будет рыть в горах. Вот пятерка у него по этому золоту, но он как расточитель, как все, как все рожденные в 1969 году, да. Они расточительные люди, и то, что зарабатывают, они сразу прогуляют где-то, профукают. Вот, и риски экономические у них большие. Ну, если он даже после вечерней родился, 29-го, то тут, тут бы он просто гений был, и мог бы, хотя бы, вот, к наградам, ну, тогда, к наградам может он стремиться, когда всех привит, стремится, да. И вот, видите, тоже две четверки, а тут вообще, как у Трампа, четыре четверки были. Вот, и тут пять девяток. Ну, это, конечно, не про него, потому что две пятерки и пять девяток тут гарантируют от такого срыва его. Хотя вот здесь вот, видите, я даже не могу понять, а какой выбор. Ну, наверное, всего вот эту, потому что, в общем-то, уровень невысокий, интеллектуальный уровень невысокий. В основном спортсмен, он всеми видами спорта занимается. Ну, а спорт, мы знаем, к чему ведет, он ведет, поэтому, однозначно к инвалидности. Вот таким образом. А матрица хорошая, только что под влияние порезших людей. А знаний все набирает. Что говорят про него, умные люди про него говорят, да? Анализируют эту матрицу, они говорят, что он родился в год петуха. Это забайкальский порода, новая забайкальская порода петухов. Не стесняются в выражениях, агрессивен. Мы видели на заседании, тут есть в Ютьюбе, как он команду дает. Надо совсем, придется, солдат выставить там, Роспотребнадзор выставить, все, обеспечить 100% по спискам. Ну, это да, агрессивен, беспощаден, консерватор, не доверяет никому, раздает советы. Вот он раздает, да. Его распирает от бессудных, неосуществленных проектов. Незбыточные мечты. Мечтатель, созерцатель. Любит корчить из себя, значит, героя в комнатной обстановке, да? Ну, близорукий философ, недалекий. Ну, импровизатор. Отважен и храбр. Может быть, хорошим воином. Да, петухи, они все отличным воином будут. Да, если выполнять команды будут, более высостоящие. Ну, вот, тенденция к Лене. Но часто он великий труженик. Труженик на спортивной основе, допустим, покататься по этому, за Байкальском крае. Туда съездиться, да? Там показаться, там показаться. И в основном с девушками, да? Вот. Очень огорчается при неуспехе дело. Ну, это мы видели. Он очень огорчился, когда у него там процент не сошелся. Способен добывать деньги. Любит покрасоваться. У него пятерка. Вот его, да, финансисты. Он тут же все украдет и растратит. Расточителен. Финансовые риски у него могут быть, вплоть до банкротства. Вот так, как и всю эту республику. А сколько бы там золота не было, он обанкротит ее полностью. Значит, это катастрофа банковская будет за вот эту мечтательность. Ну, любит общество женщин, это понятно. И полосатая такая жизнь у него. Полоса черная, полоса белая и все такое прочее. Такая, как у всех петухов. Вот такие дела. И, наконец, мы все-таки еще декабрь посмотрим, разок. Обратим внимание на эти полочки, да. Полочка, стрельба там в этом. Молодой человек взорвался там. Ну, и это понятно. Да, вот все в пределах вот этой вот полочки. А у нас тут полочек, смотрите, было. Тоже тут всяких событий. Мы теперь обращаем внимание на эти полочки. Вот с 14-го на 15-го сегодня тоже полочка. Потом с 17-го. Ну, и 21-го, ясно, тут нулевкая стабильность. Видите, эти все месяцы этого года, они богаты вот этими полочками. А тут, когда бьется все время одна и та же стабильность, тут люди идут в разнос. И вот это вот, на той полочке была стрельба в АФЦ, а сейчас вот на этой полочке был взрыв в школе. Вот, и что еще случилось сегодня этот интерфакс, не смотрел. Ну, можно посмотреть, включить интерфакс, и будет видно. Вот в основном, такие мои соображения, это вопросы. Ответов я, конечно, не могу дать, но у меня вопрос почему возник, потому что по многим странам, даже вот у нас, график, значит, привитости растет, и смертность растет. Казалось бы, во всех странах, в Израиле так упадает, там, в этом, в Италии падает, а вот в этой, как ее, где-то мы посмотрели, в Бельгии, допустим, там растет, растет. Это уже как у нас. То есть нету однозначности, и причину вот этого не могу понять. То есть раз однозначно сильнее, значит, этот закон уже не выполняется, что о коллективном иммунитете, он уже не работает. И надо забыть про эту сказку. И не требовать там от людей невозможно, чтобы вот переболел, ему надо обязательно, ну, сейчас, правда, дали, получай эту печать, хоть ты здоровый, хоть больной, хоть переболел, хоть привился, хоть не привился, получай. Ну, чтобы ты в ресторан ходил, там, в музеи, в эти, тратил деньги на мероприятия, как говорится, чтобы жизнь не кипела ключом, чтобы кинетография работала там, чтобы Михалков получал взносы с кинетографистов, и на них бы существовала культура на себе, да. Ну, и другие разные моменты, вот эта вся культурка, чтобы работала. Для этого нам нужно быть всем стадом, и всем стадом ходить, куда надо. Ну, вот сказано, вот туда надо. Вот это полезно. Берите это. А это вредно, и это вредно. А сейчас уже много. Картошка, картошка даже вредная. Что-то там говорить. Всего доброго. Вот такие вопросы. Может, мы здесь в комментариях своими соображениями поделились, потому что у меня встал вопрос ребром, что коллективный иммунитет, а-то они фантазию какую-то липят. Ну, и то, что, как говорится, в интересах людей они работают, это уже вопрос, это пурга от Пуга, от Пескова, от главного пургоносца, от Санчо Панца нашего, да. Вот таким образом. Всего доброго, до новых встреч. Слава Пифагору. Видите, человек какой был хороший, да, и как вот эта прививка его буквально скосила. Напротив, он скосил эту прививку. Что можно сказать? Да, Салтыкова щедрена уже нам недалеко. Вот оно, пожалуйста, уже все, как говорится. Ну, и как в песне Кадышева. Страна ничья, и он ничьей, да. Вообще ясно пока.